Всем привет! Apple Pay доступен в России. Этим заголовком можно было бы кого-то удивить месяц назад, но не сегодня. Особенно на волне того, что на днях еще 9 банков подключили к системе. Тем не менее, еще не все, кто хотел бы воспользоваться данным средством оплаты, знают, как это сделать. Но обо всем по порядку. Поехали! Сегодня мы расскажем о самой системе, банках, которые с ней работают, местах, где принимают оплату. Подробно объясним, как все же настроить работу этого чуда на своем iPhone и Apple Watch, а также еще раз поглывать по мифах, связанных с опасностью подобных сервисов. Месяц назад платежный сервис Apple Pay пришел в Россию, но был доступен только клиентам Сбербанка и только с картами системы MasterCard. Но все течет, все меняется и на днях ситуация улучшилась. Поддержка карт системы Visa так и не появилась, но количество банков сильно увеличилось. Теперь зарегистрировать банковские карты в Apple Pay своих телефонов могут клиенты уже как минимум 10 крупнейших банков, среди которых Альфа-Банк, Банк Санкт-Петербург, ВТБ-24, МДМ Бинбанк, МТС, Открытие, Райфайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Яндекс.Деньги, а в ближайшее время к системе будет подключен еще Банк Русский Стандарт. Со стопроцентной уверенностью говорить, когда в системе появятся другие банки, сейчас сложно. А вот по поводу карт Visa уже неоднократно ходили слухи о том, что их пользователи смогут ощутить на себе все прелести Apple Pay уже до конца текущего года. Однако уже сегодня Альфа-Банк и некоторые другие банки пошли навстречу своим клиентам и предлагают выпуск виртуальной карты MasterCard. Таким образом, достаточно иметь любую карту в одном из этих банков, чтобы получить возможность пользоваться сервисом. Оплата при помощи Apple Pay принимается на всех терминалах, которые работают с бесконтактными банковскими картами – PayPass или PayWay. Так как проходит она при помощи чипа NFC, встроенного в телефон и аналогичного тому, что впаянут банковские карты. На сегодняшний день в крупных городах таких терминалов значительно больше, чем тех, которые не принимают бесконтактную оплату. По-хорошему, все терминалы, работающие с PayPass или PayWay, должны быть помечены специальным символом, но на практике это встречается далеко не всегда. Зачастую на кассах есть наклейка со специальным символом бесконтактной оплаты, а иногда на самом терминале в качестве заставки указаны значки PayPass или PayWay. При этом в некоторых местах, ну, лично я встречал на АЗСBP и в гипермаркетах Globus, на терминале указан даже отдельный значок Apple Pay, который в США можно встретить очень во многих местах, но пока не у нас. Ну и, конечно, всегда остается вариант задать вопрос дружелюбной тетушке заказа, принимают ли они бесконтактную оплату. При этом именно бесконтактную оплату, а не оплату Apple Pay, так как далеко не все пока знают, что это такое и или просто скажут «нет», или будут долго расспрашивать, что вы имели в виду, что вам надо, или вообще скажут «иди, мальчик, не мешай работать». Список моделей iPhone, которые поддерживают оплату путем прикосновения их алюминиевого корпуса к терминалу, достаточно большой, включает в себя все модели с NFC, то есть выпущенные после 2014 года, а именно модели iPhone 6, 6S и 7, в том числе и версии Plus, а также iPhone SE и Apple Watch. Но помимо этого, Apple Pay может работать также на некоторых iPhone не оборудованных NFC, это iPhone 5, 5C и 5S. Правда, оплата на терминалы с этими моделями доступна только через Apple Watch, но все равно круто же, не? Также можно оплачивать покупки не только на кассе, но и в приложениях, и в интернете. Пока приложений и сайтов, которые позволяют платить при помощи Apple Pay, не так много, но они уже есть, а в ближайшее время их будет становиться все больше и больше. Для этого можно использовать даже модели, в которых нет NFC, а именно 5, 5C и 5S. Разница только в том, что в них авторизация будет происходить не за счет сканирования отпечатка пальцев, а при помощи Apple Watch. Оплата в приложениях достаточно простая и позволяет производить оплату, не подвязывая карту, как мы это делали раньше. Достаточно, например, в утконосе накидать в корзину то, что вы хотели оплатить, пройти все необходимые подтверждения, а когда дело дойдет до оплат, просто коснуться кнопки Home для сканирования отпечатка пальцев. И все, готово. Настроить карту для использования с Apple Pay сможет кто угодно, от ребенка до бабушки, так как механизм предельно простой. Но сколько бы это ни звучало рекламным слоганом, на деле это действительно так. Кроме банковской карты и телефона ничего не нужно. Для начала нажимаем на маленький плюсик в углу экрана телефона. Телефон выдает сообщение, что вы можете настроить карту для работы с Apple Pay. Отлично, продолжаем. Карту можно или сфотографировать, или ввести ее в данные вручную. Я предпочел вручной способ, так как помню ее номер наизусть, и мне это проще, чем прицеливаться камерой и ждать, пока она разберет, что там выбито на карте. После этого ждем несколько секунд сообщения из банка с кодом подтверждения, вводим и готово. Карта добавлена. Apple и так достаточно упростила способ добавления карт в Apple Pay, но Альфа Банк, Рокет Банк, Тинькофф и некоторые другие сделали все еще проще, включив возможность добавления карт непосредственно в свои приложения. Конечно, это им позволило сделать опять же Apple, за что ей еще раз спасибо. Добавить карту в часы также несложно, и для этого надо или не выходя из настройки карты после ее завершения продолжить процесс, или настроить карту на часах отдельно. В первом случае все начальные этапы остаются без изменений, и пройдя последовательно их все, от плюсика до ввода кода из СМСки, надо будет просто согласиться на добавление карты в часы, после чего сделать еще несколько несложных телодвижений, а именно ввести код безопасности карты. Вот и все, теперь что угодно можно прикладывать к терминалу из вашей электроники. Когда карта добавлена, и никто не спорит с тем, что Apple Pay это очень удобный способ оплаты, осталось понять, как все это работает, и что с этим делать, когда тебе сказали 345 рублей с вас, пакетик нужен? Если вы платили хоть раз картой, то ничего нового вам делать не придется. Говорите продавцу, что оплата будет картой, и ждете, пока он активирует терминал. После этого прикладывайте iPhone к экрану терминала. Телефон включится, касаетесь пальцем датчика Touch ID, и все, оплата ушла. Есть еще один способ, который потребуется, когда терминал не вынесен клиенту. В этом случае нужно в режиме ожидания телефона два раза нажать на кнопку «Хоп». Телефон откроет карту, выбранную для оплаты поумолчанию, а времени нахождения пальца на датчике вполне хватит для того, чтобы считать отпечаток. После этого карта в течение минуты будет открыта для оплаты, и ее можно передать кому-то для того, чтобы он приложил ее в терминал. Оплата часами не выглядит более сложной, а вообще она даже намного проще. Для активации оплаты перед прикладыванием к терминалу нужно дважды нажать на продолговатую нижнюю клавишу и выбрать карту, если не устраивает предложенный поумолчанию. А теперь, в этот осенне-снежный день, мы отправляемся в магазин, чтобы опробовать всю эту теорию на практике и купить что-нибудь при помощи часов и при помощи iPhone. Вон, пойдем. А сам процесс оплаты мы опробуем на примере вот этих замечательных сухариков, не показывая их торговую марку и не делая рекламы. На улице идет какой-то непонятный снег с дождем, а у нас продолжает идти эксперимент. И сейчас мы попробуем оплатить вот эту бутылку воды при помощи вот этих Apple Watch. Вот так легко и просто с помощью iPhone и Apple Watch мы смогли оплатить пакет сухариков и бутылку воды. Если истек срок действия карты, она закрыта, перевыпущена или просто не используется, то ее, конечно, можно удалить. Притом удаление возможно как только из часов, так и из телефона. Чтобы удалить карту только из часов, надо открыть приложение Watch в своем iPhone, прокрутить экран настроек до пункта Wallet и Apple Pay и открыть его. После этого потребуется только выбрать карту и в самом низу ее настроек нажать на тревожно-красную кнопку «Удалить карту». Удалить карту из телефона можно также двумя способами. Во-первых, можно удалить карту сразу из приложения Wallet. Выбираем карту, нажимаем на значок информации в правом нижнем углу экрана и, пролистав до конца список пунктов меню, нажимаем «Удалить». Второй вариант ведет в настройки телефона. Где-то рядом с настройками iCloud и iTunes есть пункт Wallet и Apple Pay. Вот там-то и нужно выбрать карту для удаления, а само удаление, как всегда, внизу списка. Многие люди, особенно в России, переживают по поводу безопасности платежей. Собственно, поэтому и банковские карты у нас начали проживаться относительно недавно. А очень большая часть населения настолько их боится, что в день зарплаты сразу же снимает с карты все деньги и везет их домой. Ну, типа так надежно. Лично я так не делаю, и с тех пор, как около 10 лет назад обзавелся первой картой, я и просто пользуюсь, совершая около 90% своих платежей без налога. Для тех, кто все же опасается по поводу этого, развею несколько мифов. Поскольку мы предоставляем доступ телефону ко всем деньгам на карте, а то и не одной, возникает вопрос, а что будет, если телефон украдут? Ответ прост. Ничего страшного. Так как не получится произвести оплату ни с одной из привязанных карт без отпечатка пальцев, которую подделать просто невозможно. С часами ситуация чуть интереснее, ведь для оплаты с их помощью не нужен отпечаток пальца, а Apple любезно предоставила нам возможность оплаты при помощи часов, даже если вы оставили iPhone дома. Но, тем не менее, она не забыла о безопасности. Не получится привязать карту к Apple Watch, если на них не установлен четырехзначный пароль, которым они блокируются, как только покинут руку хозяина. Если вы боитесь, что кто-то увидит данные карты, то делаете это зря. Данные передаются в зашифрованном виде, и с этой точки зрения процедура даже более простая и безопасная, чем оплата картой, когда кассир или еще кто-то может подсмотреть ее данные. Кто-то подсмотрит ваш пин-код? Опять мимо. Как раз по той причине, что его не надо вводить, по крайней мере для большинства операций, так как вас идентифицирует ваш палец, в отличие от традиционной оплаты картой. Так что, как мы видим, в оплате новым электронным способом одни сплошные плюсы. Они даже не столько повышены в безопасности, сколько в том, что при сохранении уровня защищенности мы получили дополнительные бесплатные средства оплаты, которые ой как выручат, когда случайно забудешь кошелек дома или в офисе. Лично для себя я уже сделал выбор, а сейчас просто решил рассказать вам об основных моментах. Решать, конечно, вам, но я бы советовал вам как минимум попробовать Apple Pay. С вами был Артем и AppleInsider.ru. Увидимся на других наших каналах, там постоянно выходят какие-то новые интересные видео. Ну а на сегодня все. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова